Тема урока правописание гласных и согласных в приставках. Какие бывают приставки? Как не ошибиться при написании согласных и гласных в приставке? Этот урок поможет нам в этом разобраться. Итак, сначала вспомним, что такое приставка. Приставка – это значимая часть слова, стоящая перед корнем, дополняющая или изменяющая его смысл и служащая для образования новых слов. Чтобы правильно выделить приставку, необходимо определить корень слова. Для этого можно воспользоваться способом замены одной приставки на другую. Например, сходить, выходить, безоблачный, заоблачный. Все приставки можно разделить на три группы. Неизменяемые приставки, приставки, оканчивающиеся на ЗС и приставки при, при, при. Давайте рассмотрим каждую группу в отдельности. Неизменяемые приставки всегда пишутся одинаково, независимо от произношения. Эти приставки необходимо запомнить. «В, В, ВО. Вы. До. За. К. На. Над. Над. Надо. О. Об. 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 От. Ото. По. Под. 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 Подо. Про. Пред. Преду. Пере. Про. эс. Со. У. Например, в присядку войти, надпись отдать, предположить, сбить, убежать, надорвать, подсказать, дойти, забить, прабабушка. В некоторых неизменяемых приставках могут происходить такие фонетические процессы, как оглушение или озвончение согласного. Оглушение – это процесс замены звонкого согласного соответствующим попарности глухим. То есть звонкий согласный на конце приставки оглушается, если после него стоит глухой согласный. Например, в слове «подписать» звонкое согласное «д» в приставке «под» дает глухой звук «т», то есть происходит оглушение согласного. Озвончение – это процесс замены глухого согласного соответствующим попарности звонким. То есть глухой согласный на конце приставок озвончается, если после него стоит звонкий согласный. Например, в слове «отдать» глухая согласная «т» в приставке «от» дает звонкий звук «д», происходит озвончение. Рассмотрим следующую группу. Это приставки, оканчивающиеся на «з» или «эс». В приставках «без», 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 «из», «из», «воз», «воз», «вз», «вс», «низ», 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 «раз», «раз», «роз», «рос», «через», 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 «через». Перед звонкой согласной пишется З, перед глухой – С. Давайте вспомним, какие согласные являются звонкими, а какие глухими. Итак, к звонким относятся Б, В, Г, Д, З, Ж, И, Л, М, Н, Р. А к глухим – П, Ф, К, Т, С, Ш, Х, Ц, Ч, Щ. Теперь рассмотрим примеры. Безлюдный, беспартиний. Без и без – это приставки. В первом слове, перед звонким согласным Л, мы пишем приставку без с буквой З на конце. Во втором, перед глухим согласным П, пишем приставку без с буквой С на конце. Возрождение, воспоминание. Воз и воз приставки. Перед звонким согласным Р, пишем приставку ВОЗ. Перед глухим согласным П, приставку ВОЗ. Взлететь, вскружить. ВЗ и ВС приставки. Перед звонким согласным Л, пишем приставку ВЗ. Перед глухим согласным К, приставку ВС. Возникают ситуации, когда в некоторых словах на стыке приставки и корня пишутся по две одинаковые буквы. Или две З, или две С. В этих случаях одна из парных букв относится к приставке, а другая к корну слова. Например, беззвездный, бессмертный, воззвать, восстать. Но существуют слова, правописание которых нужно просто запомнить. В словах «разевать», «разор», «разину», «разорить» пишется одна буква З. В словах «здесь», «здание», «здоровье», «низги» приставкой не выделяется. Данные слова пишутся с буквы З, которая является частью корня. В словах «расчет», «расчесть» пишется одна буква С. Но в словах «расчитывать», «расчитать» пишется две С согласно правилу. Перед «чет» пишется одна буква С, кроме слова бесчетный. Перед «чет» пишется две буквы С. В приставках «разраз», «розрос», «без ударения» пишется А, под ударением О. Например, «развалить», «розвальни», «рассыпать», «россы». Исключением является слово «розыскной», которое образовано от слова «розыск». Приставка С является неизменяемой и пишется одинаково, независимо от произношения. Например, «сделать», «сбить», «здать». В слове «рассориться» пишется два С. Звучит «раз» и «ссориться». Но по правилам русского языка три одинаковых согласных буквы подряд не пишутся. Следующая группа – это приставки «при», «при». Их выбор чаще всего определяется лексическим значением самой приставки, лексическим значением слова для однокоренных слов. А часть слов необходимо просто запомнить. Это заимствованные слова или слова с утраченным значением приставки. Итак, рассмотрим первый случай. Чтобы не ошибиться, в написании приставок при «при» надо понимать их значение. Приставка «при» придает словам следующее значение. Высокая степень качества или действия. Возможно, замена приставки словами «очень», «весьма». Например, «при большой» значит «очень большой». «Пренеприятный» – «очень неприятный». «Преуспевать» – «весьма успевать». Значение «через» по-иному. Близкое к значению приставки «пере». Например, «прервать», «перервать», «преступление» – «переступить». Приставка «при» указывает на все значения, связанные с пространственной близостью, нахождению вблизи чего-то. При море, около моря, пригородный, вблизи города. Приближение, присоединение, прибавление. Приклеить, прибегать, пририсовывать. Значение незавершённого действия. Приоткрыть, притормозить, пригореть. Значение завершённости действия. Придумать, приглушить, присмотреть. Совершение действия в чьих-либо интересах. Приберечь, припрятать, притеснить. Значение попутного действия. В прикуску присвистнуть. Второй случай – это когда на написание приставки «при» влияет лексическое значение самого слова. Обычно для однокоренных слов. Предать – совершить предательство. Придать – сделать каким-нибудь по виду. Придать – вид. Пребывать – находиться где-нибудь. Прибывать – приезжать, прилетать. Приступить закон – нарушить. Приступить к работе – начать работать. Приемник президента – радиоприёмник. Презирать ложь – пренебрегать. Призреть щенка – заботиться давать приют. Претворить в жизнь – воплощать. Претвориться больным – изображать ложные чувства, действия. Приткнуться – найти местечко. Приткнуться – прислониться. Также существует отдельная группа слов, написание которых необходимо запомнить. Обычно это заимствованные слова. Например, пишется «пре» в словах «президент», «претензия», «премьера», «престиж», «прелюдия». И «при» в словах «привилегия», «примадонна», «приоритет», «примитивный». В некоторых русских словах приставки «при-при» так тесно слились с корнем, что их трудно выделить. Например, «престарелый», «преисподняя», «прекрасный», «прелестный», «пререкаться», «присмыкаться», «приятный», «принимать», «прегожий», «примечание», «присущий» и так далее. В случае возникновения трудностей с написанием таких слов необходимо обращаться к орфографическому словарю. Подведем итог. Чтобы правильно написать приставку в слове, необходимо, во-первых, выделить приставку, во-вторых, правильно определить, какая эта приставка неизменяемая или изменяемая, оканчивающаяся на «з», «с» или «при-пре», и, в-третьих, применить соответствующее правило правописания приставок. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова